А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Бусти. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента. А также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Бусти можно, как всегда, по ссылке в описании. 28 сентября Воронежский Буран завершал свою домашнюю серию игр. Последним гостем Воронежа на этом отрезке турнира стал Нефтекамский Торос. Состав Бурана на ваших экранах. По сравнению с предыдущим матчем, вместо Давида Дунбадзе, возвращенного в Северсталь, и Матвея Надворного, отправленного в Протон, на лед вышел Илья Епищев. Также на скамейке запасных роль запасного галкипера исполнил Никита Лосенков, вместо Дмитрия Шарова. Место же в воротах с первых минут матча занял Александр Самойлов. Первый период, в общем и в целом, проходил в равное бою до острой борьбе. Конечно, Бурану было тяжелее играть, чем в предыдущих матчах. Торос, безусловно, это не Ишталь, и тем более не Челны. Отсюда первая серьезная ошибка привела к заброшенной шайбе в ворота Самойлова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. Второй период Буран начал в меньшинстве, чем воспользовались нефтекамцы. Вторая пропущенная шайба заставила Урагану вспомнить о своих лучших качествах и очень быстро сравнять счет в игре. Сначала шайбу забросил Давид Карапетян после передач Максима Капитурова и Никиты Макеева. А чуть больше чем через минуту Илья Епищев забрасывает свою шайбу после передач Максима Казакова и Никиты Макеева. Продолжение следует... 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 Ну, ошиблись, ребята, бывают как бы. Мы же не замечаем, вот ошибся человек, сразу начинаем. Но он ошибся, а то, что он там до этого пять раз шайбу на себя поймал, то, что он там через укол начинает играть, проявляет характер, мы же этого не видим. Мы ошибся, все ошибаются, мы ошибаемся, мы ошибаемся, все ошибаются. Не надо на этом зацепляться. Не надо искать какие-то моменты, что тут не так сыграли. Команда не опустила руки. Команда не опустила руки, как бы. Команда находится в хорошей физической форме. Вы же сами видели игру. Мы создавали, мы там второй период, третий период. Соперник просто отбрался, мы создавали. В этом, как бы, хорошо было, потому что ребята молодцы в этом компоненте. Так вот завершилась эта домашняя серия игр. Несмотря на поражение в отчетном матче, Буран все равно остается очень высоко в турнирной таблице. А именно на втором месте. Давно такого не было, и потому на сердце радость и благодать. Сейчас команду ждет совсем короткая пауза для отдыха, и тут же новая выездная серия игр. Очень тяжелая выездная серия игр. Пожелаем нашим парням удачи и набрать максимальное количество очков. А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать в любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание, и вступите в наше сообщество в любую удобную для вас социальную сети. Все ссылки, как всегда, в описании.